Приветствую вас, очень жалко, что никто вам не ответил на вопрос, но я вам постараюсь ответить. Подобные дилеммы, они возникают, ну не сказать, что прямо сейчас, но возникают. И эта история, она такова. Вы либо пришли сюда с целью подтвердить свою позицию, которая у вас уже есть, либо вы пришли сюда с целью проникнуться тем, что скажут вам специалисты. Пускай то, что они скажут, в частности, то, что скажу я, будет не самым приятным, будет не самым комфортным, не самым удобным, не самым правильным с вашей точки зрения. Смотрите, я рассуждаю в той позиции, что профессиональное должно быть только профессиональным, и дружбу с профессиональным смешивать нельзя. Точно так же, как, наверное, нельзя смешивать дружбу и товарно-денежные отношения. Потому что недаром есть одна хорошая поговорка, если хочешь потерять друга, дай ему взаймы. И вот, если вы хотите потерять друга, то лучшее, что вы можете сделать, это ввязаться с ним в какие-либо обязательственные отношения. Друг внедапно превращается из друга в какого-то совершенно незнакомого, непонятного человека, который считает вас чем-то обязанным. А вот вы, вы испытываете крайний дискомфорт. С этой точки зрения, вам ни в коем случае нельзя принимать предложение друга, и ни в коем случае нельзя как-то вот устраиваться на работу по, так сказать, блату. Но это я условно выражаю для простоты. Потому что будете вы чувствовать себя обязанным людям, будете вы чувствовать себя несвободным. А если, если ничего не получится, а если вас работа не устроит, то идти вы уже не сможете. А там, куда вы и хотели пойти, значит, там абсолютно полностью свободные, чисто деловые отношения, где вы, в общем-то, ничем не ограничены, где вы совершенно не ограничены каким-либо выбором, каким-либо поведением, какой-либо, ну, какой-либо, каким-либо моральным решением. Вот. И в этом смысле я думаю, что выбор для вас однозначен, если мы говорим о безопасности, если мы говорим о комфорте, если мы говорим о душевном какой-то, о душевном спокойствии, если мы говорим об определенности будущего, если мы говорим о, именно, возможности вам самому контролировать свою ситуацию, связанную с профессиональной карьерной деятельностью. Вот. Вот, в принципе, весь ответ. Но вопрос заключается, на самом деле, в другом, в том, что вам неудобно. Вот неудобство, это одновременно неуверенность в себе, чувство вины и отсутствие личной границы. Вот это, и вот это то, с чем я бы хотел с вами, на самом деле, поработать. Вот это то, что нужно подкорректировать, чтобы в дальнейшем такие сложные и уроженные вопросы вы, ну, решали, можно сказать, постоянно. Ну и, наконец, последнее. Понимаете, вы можете сделать финт ушами, как говорится, и взять друга, Взять человека, которых, который, вот вы сказали, друг за меня сказал самому, товарищу. То есть взять друга, взять товарища. Втроем сесть и обсудить условия вашего пребывания на этом рабочем месте. Обсудить все от и до и четко зарезервировать для себя возможность в случае чего абсолютно безболезненно выйти. Зарезервировать для себя возможность какой-то, ну, какой-то поблажки с точки зрения того, что это не ваша специальность. Вот, и так далее. Опять же, очень важно понять, для чего другу делать то, что он делает. То есть какая другу выгода с того же, что он рекомендует там вас кого-то, кому-то. Без этого понимания тоже ситуация будет неполной. То есть, понимаете, вот это излишнее, на мой взгляд, гипертрофированное, гротескное усложнение вашей профессиональной деятельности, которое очень редко, когда того стоит. Ну, исключение является, пожалуй, случаем, когда, к примеру, есть руководитель крупной компании, очень крупной компании. И этот руководитель крупной компании является, к примеру, другом вашего друга, и ваш друг рекомендует вам, рекомендует вас, своему другу, руководителю компании, что вы стали вице-президентом этой компании. И вот в этом случае, да, ну того стоит. То есть связи можно использовать исключительно для внимания каких-то откровенно высоких, откровенно льготных, откровенно денежных, откровенно перспективных должностей. Перспективных не с точки зрения карьерного роста, а перспективных с точки зрения того, как вы можете использовать возможности той должности, которую вам предлагают. А вот на карьерный рост рассчитывать, когда вы работаете с друзьями, когда вы работаете с кем-то по знакомству, очень не стоит. И стоит вам сделать что-то не так, и стоит вам произвести ошибку в своей деятельности, рабочей деятельности. И товарищ сразу же обвинит вашего друга в том, мол, кого-то мне привел. А друг обвинит уже вас, мол, типа, ты чего, я же тебя поручил, а ты вот так лажаешь. И в итоге вам будет, правда, очень и очень сложно. Без лишнего преувеличения можно сказать, что наша работа грозит промотиться вам. Ну и совершенно очевидно, что друга своего вы можете потерять. Вот то, что дружба и друзья гораздо дороже, чем работа, я полагаю, это абсолютно не следует. Поэтому профессиональная сфера и личная сфера недаром являются разными сферами, совмещать которые, как правило, не стоит. Но есть выходы из ситуации, есть различные нетривиальные решения, применив которые вы можете всего-то достичь. Я все же думаю, что вам следует прислушиваться к тому, чего хотите вы и к чему больше лежит ваше сердце. Но только взять всю ответственность за последствия. Ну и быть готовым к тому, что вы будете чувствовать, в случае выбора варианта с другом, вы будете чувствовать себя обязанным, знаменитым, не свободным. Вот. На этом все, решать только вам. Я отвечал вам с позиции комфорта, с позиции безопасности, с позиции свободы, но решать в итоге вам. Как я и сказал, проблемы, которые были мне описаны, необходимо прорабатывать, чтобы в дальнейшем подобные ситуации решали вы сами легко. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ваша ситуация будет разрешена самым лучшим образом.